Здравствуйте, это программа Город Эсс, а я Елена Чернявская. Понятие билингвизма или двуязычия вошло в нашу жизнь не так давно, буквально несколько десятилетий назад. До этого, конечно, в обществе встречались люди, свободно владеющие двумя языками. Сегодня поговорим, что это за люди, какие преимущества этот человек получает и с какими сложностями сталкиваются, а также кто такие билингвы. Я представляю гостю в студии Мария Елисеева, педагог английского языка, специалист по билингвальному развитию детей. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну что же, тема очень интересная, тема актуальная. Давайте побеседуем. Но вот первый мой вопрос вам таков. Вот все-таки согласитесь вы со мной или нет, что родным для человека считается тот язык, на котором он думает. Вот мы с детства, разговаривающие на русском, можем долго и кропотливо изучать английский язык, но последний все равно для нас, он останется иностранным. Вот вы со мной согласны, либо вот ваша теория, тем, чем вы занимаетесь, просто опровергает, да, вот мою мысль. На самом деле есть зерно истины в том, что вы говорите, и для многих взрослых английский язык, несмотря на долгие годы изучения, является и остается китайской грамотой. Но есть один маленький секрет. Если мы начинаем обучать ребенка, вернее даже не обучать, а общаться с ним на языке самого раннего возраста, он может стать билингвальным. Что это значит, билингвальный? Да, что это значит, билингвальный ребенок. И здесь же у меня вот маленькая ремарочка. Вы простите, пожалуйста, если с раннего возраста, так все родители должны быть англичанами, если с детства общаться. Совсем не обязательно. Я немножко позже расскажу об этом. Совсем не обязательно иметь колоссальные знания грамматики для того, чтобы общаться со своим ребенком. Дело не в этом. Дело в том, что мы должны соблюдать особые принципы. Во-первых, мы общаемся с ребенком исключительно без перевода. Во-вторых, мы делаем свое общение дозированным, то есть мы ни в коем случае его не перегружаем. И в-третьих, все обучение должно вестись через игру, через взаимодействие. Через игру в раннем возрасте, я согласна. Ну а дальше, а потом? Дальше, потом. Между прочим, даже взрослые дети любят играть. Моей дочке 14 лет, но вы не представляете, с каким восторгом она реагирует, когда я подхожу к ней с игрушками. Конечно, во многом благодаря тому, что у нас уже с детства сложилась эта традиция. Я обучала ее именно так, через игрушки. И сейчас просто для нее это приятные воспоминания, и она не отказывается играть. И игра может стать ключом к сердцу даже взрослого ребенка. Но вот золотой возраст все-таки для старта изучения иностранного языка какой? Вы знаете, все зависит от того, какие задачи мы ставим перед собой и своим ребенком. Если английский язык нам нужен для общей эрудиции, то есть поздороваться, познакомиться, спеть песенку на утреннике, рассказать стих, то обучение можно начать и в 7 лет, и в 10. Это не критично. Но если перед мамой стоит задача, а лучше сказать, у нее есть мечта, чтобы ее ребенок свободно говорил по-английски, легко, естественно, его понимал, то, конечно, это только ранний старт. И золотым возрастом будет период с годика, с полутора лет до двух с половиной. Вот именно в этом возрасте ребенок осваивает английский язык без зубрежки, без перевода. Ему не нужны парты, ему не нужны таблицы, времена, схемы. Он осваивает его совершенно естественно и никогда не протестует, что интересно. Для него это нечто родное, то, с чем он растет, то, что идет от мамы. Вот от мамы, что идет, здесь я с вами соглашусь. А вот можно немножечко с вами поспорить? Мария, вы сказали, мама хочет, а ребенок сам хочет. Может быть, он вырастет и скажет, а я хочу изучать итальянский или немецкий язык. Вот к примеру. Вы знаете, я английский язык не рассматриваю как учебную дисциплину. И поэтому здесь для ребенка вопрос не стоит, хочет он или не хочет, нравится или не нравится, как он не протестует против игры в песочнице, он не протестует против того, что мама купает его, играет с резиновой уточкой, он не протестует против завтрака, банана, хлопьев. И английский это всего лишь способ, это всего лишь средство, на котором мы общаемся. Мы не говорим, что да, ты сейчас будешь учить, ну-ка иди сюда, куда убежал. Нет, все проходит совершенно в другой обстановке. Это не классический способ, как я его называю, метод попугайчика. Скажи, переведи, повтори, а как будет это? Нет, это совсем другое. Но вот если все-таки рано начать обучение не будет, ли ребенок все-таки путать языки? Вы знаете, дело в том, что каждый ребенок, который слышит два языка с раннего возраста, кто-то слышит с рождения, кто-то слышит с двух лет, с полутора, всегда проходит этап смешивания. Что это значит? Ребенок формирует две языковые карты. Это языковая карта родного языка и языковая карта иностранного, поскольку он слышит два языка. Немножко отвлекусь, скажу, что такое языковая карта. Простым языком это все базовые конструкции грамматики и необходимая лексика, которая позволяет ребенку понимать практически все обращенную к нему речь на языке, выражать свои мысли. Это языковая карта. Ребенок накапливает ее в родном языке два с половиной года. То есть мы начинаем с рождения с ним говорить, и в два с половиной года он имеет стопроцентное понимание родной речи. И точно так же он может формировать и накапливать параллельно и карту иностранного языка. И таким образом он выходит на совершенно иной уровень. Ну а вот если, к примеру, не может мама или папа разговаривать на английском языке, а ставить, ну, к примеру, там, песни или просто какие-то аудиозаписи, это тоже поможет сформировать вот эту языковую карту? Нет, не поможет. Не поможет, потому что это пассивное слушание. А ребенок учится только тогда, когда на него направлено прямое действие. Это взаимодействие. Именно в этом случае он обучается. И немножко мы с вами договорили о путании. Будет ли ребенок путать языки, если начать в раннем возрасте? Так вот, когда он формирует две языковых карты, он начинает пользоваться обеими. Когда начинает говорить. Потому что для него это просто лишь вопрос предпочтений. В каком-то языке проще одни слова и сложнее другие. И он выбирает эти слова именно исходя из личных соображений. Cat, dog, dog гораздо легче, чем собака. И таких слов на самом деле много. И когда ребенок использует в одном предложении и английские слова, и русские, это не признак путаницы, ни в коем случае. Это добрый знак. И родитель может расстроиться, подумать, что ребенок путает языки. Только лишь в том случае, если он не знает об этапах становления билинговального ребенка. И смешивание это естественный этап. И повторюсь, это добрый знак. Это значит, ребенок использует языки по назначению. Использует их для речи. А впоследствии языки начинают разграничиваться. И если смешивание начинается уже в полтора года, в два года оно очень активно проявляется. Мой сын мне говорил, дай мне water. Где мой долфинка? То есть долфинка здесь уже накручена. Dolphin от английского. Дельфин еще добавлено. Русская ка, этот суффикс уменьшительный. Это все хорошо. Потому что когда ты с ребенком разговариваешь, в первую очередь родитель должен разделять ситуации либо на английском, либо на русском. Родитель ни в коем случае не должен смешивать языки сам. Он должен быть образцом правильной речи. И тогда у ребенка проходит разграничение языков. И в три с половиной, в четыре года мы получаем ребенка, свободно владеющего двумя языками. Без смешивания и без путаницы. Вы действительно это говорите, что это действительно так? В вашей практике такие случаи реально были? Таких случаев у меня десятки тысяч. Потому что по моей системе, по моим курсам обучается просто невероятное количество семей. И не только в России, в принципе по всему миру. И первый вопрос, который получают мамы учеников моей системы на улице, на площадках, в песочницах. У вас, наверное, папа иностранец, слыша, как ребенок свободно говорит по-английски. А на самом деле ребенок стал вот таким говорящим дома, в обычной семье, не выезжая даже за границу. И без помощи репетиторов. И без помощи родителей, которые тоже не знают совершенствий иностранной языки. Родитель здесь необходим, потому что ребенку нужен товарищ для игр, товарищ для бесед. Человек, который будет опыт свой передавать. Давайте я покажу на практике. Да, конечно, с удовольствием. Хорошо. Итак, я хочу сейчас еще раз повторить, какие принципы мы держим в голове, когда мы говорим с ребенком по-английски. Мы не стремимся провести урок, мы не стремимся сразу же получить от ребенка обратную связь в виде повторения и запоминания. Мы действуем по принципам родного языка. Вот вспомните, как в родном языке вы говорили с ребенком по-английски. Вы все показывали, изображали, голосом помогали понимать значение. То же самое мы делаем и в английском. Никакой разницы нет. Итак. Здравствуйте, еще один гость у нас. Hello! Представьте, что мы с вами хотим рассказать ребенку о мышке на английском. Mouse. It's a mouse. Nice. Nice. Mouse. Look. Eyes. Eyes. The mouse has eyes. Ears. Ears. One, two. Two ears. The mouse has two ears. Nose. Nose. A long. A long nose. Nose. The mouse has a long nose. 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 дозированной и набирать объем очень постепенно то есть я начала с одного слова я называю это принцип бусин своей методики mouse it's a mouse и вот это слово это бусинка первая главная бусинка которую мы не перевели но мы показали ее и ребенку перевод не требуется вот он видит эту мышку пожалуйста потом маленькую связочку добавили к этой бусинке it's a mouse показали на нее пальчиком а затем добавили качество nice nice mouse нам не нужен дословный перевод но мы ребенку показываем свое отношение к мышке в слове nice то есть какая она ну догадайтесь славная милая хорошая все понятно благодаря интонации и на каждую вот такую бусинку мы вешаем свой эмоциональный ярлычок то есть это интонация это жест это мимика это высота и тон голоса и когда ребенок слышит вот эти маленькие зацепочки ему понятен смысл слова без перевода это первое а второе для чего они еще нужны когда он встретит эти слова совершенно другой ситуации это уже будет и не мышка совершенно что-то другое даже яблоко но мы опять скажем a nice apple вот это nice этот ярлычок поможет ему понять это слово уже совершенно в новом контексте в новой ситуации но вы педагог высококлассный педагог и вы обладаете и эмоциями и артистизмом понимаете но это тоже не каждому дано да но вот как часто и сколько раз нужно заниматься с ребенком вот по вашей системе достаточно пяти минут в день и пять минут в день гораздо больше дают эффекта чем предположим два часа в неделю мы не стремимся дать ребенку много но мы делаем вот такие коротенькие занятия которые дают ребенку готовый кусочек языковой карты то есть в этом маленьком рассказе у нас уже прошла необходимая грамматика ребенок уже интуитивно понял на каких местах стоят члены предложения и вот когда мы вот так потихонечку ему даем английский язык со временем у него складываются целые структуры целые картины совсем не обязательно быть артистом совсем не обязательно быть профессиональным лингвистом для того чтобы обучать своего ребенка но вот по вашей системе то как раз учителем для ребенка становится родитель но понятно и заняты и работают и невысокий уровень английского у родителей может быть все таки проще отдать ребенка в руки профессионалов вот чтобы вы посоветовали родителям совсем неплохо прибегать к помощи профессионалов но здесь все-таки уже речь идет о более взрослых о старших детях если мы говорим о малышах не сработает этот метод потому что профессионал не имеет авторитета в глазах ребенка если это занятие онлайн то это в принципе нереально для малыша получить таким образом знания а вот родитель если у него просто загорелся глаз и ему захотелось если он хочет может быть осуществить свою давнюю мечту выучить язык или в школе он ему не давался то это уникальная возможность я разработал такую методику которая позволяет родителям с невысокими знаниями давать английский своему ребенку вы можете посмотреть как строится моя система в моей книге издательство аст мария елисеева английский для малышей мам как воспитать бренгвального ребенка это небольшая но очень насыщенная книга которая все по шагам расписывает есть примеры вот таких же коротких занятий описаны ситуации описана стратегии увеличения объема и все делается очень мягко что родитель незаметно для себя выучивает язык просто общаясь и очень качественно проводя время со своим ребенком то здесь два в одном еще и родитель да вспоминает если учил школе английский конечно вспоминает свои знания у нас есть а как раз видео на эту тему я предлагаю всем его посмотреть музыка Николета look! a box what is in the box? meow meow what is in the box? open open the box open a cat there is a cat in the box meow meow Hello, Николета! I'm a cat! Hello, cat! Kiss! Kiss, Николета! Kiss! Kiss, мами! Скажите, пожалуйста, как окружающие реагируют, когда вы со своими детьми говорите по-английски? Это очень интересно. Со своей дочкой я начала разговаривать по-английски, когда ей было полтора года, а сыном с рождения. Потому что сомнений, конечно, у меня на этот счет уже не было. Когда мы разговаривали по-английски на площадках, в кинотеатрах, в торговых центрах, конечно, реакция всегда была неоднозначная. Интересно, что она всегда была очень контрастная. То есть либо полное равнодушие, безразличие, либо удивление, граничащее просто с каким-то шоком. Но я думаю, что это не важно, в принципе, как реагируют окружающие. По крайней мере, для меня это так. И этому же я учу мам своих учеников. Потому что, на самом деле, интересен просто вот такой маленький эпизод, что кто-то говорил по-английски. Но не стоит из-за этого стесняться и менять свою тактику, если вы решили все-таки обучить своего ребенка. И оглядываться по сторонам, думать об окружающих. Это, на самом деле, не так важно. Самое главное, это тот результат, который вы видите, который вы получаете. Это сразу же окрыляет. А расскажите, пожалуйста, как вы сами пришли к этой системе, с чего она зародилась в принципе. И почему вам вот так интересно. А это видно, что у вас глаза горят. Вам очень заниматься этим интересно. Да, это моя любимая тема. Это моя любимая работа. Вообще, я сама с детства говорю по-английски. Мама меня обучала, когда мне было три года. Мы с ней разговаривали, пели песенки. В общем, для меня это всегда было естественным и родным. И, в принципе, вся моя жизнь связана с языком. Я поступила в Самарский педагогический университет. По диплому я учитель английского и французского языков. Я обучалась в Оксфорде, в Ванкувере, на Мальте, в Испании. В общем, всегда эта тема меня очень-очень интересовала. Но это все было позже, когда уже моя методика была сформирована. Я начала заниматься со своей дочкой. Когда ей было полтора года, совершенно случайно, я услышала, как она повторяет за английским видео. Это было какое-то коротенькое видео для детей. И я удивлена была прекрасному, чистому произношению у ребенка в полтора года и полному осознанию. И я стала копать, изучать, интересоваться. И в процессе работы с ней я поняла, какие законы действуют, как это сделать эффективно. И таким образом родилась моя методика, с которой я потом стала делиться. А когда были первые шаги, первые успехи именно вашей методики, уже когда вы применили ее на практике? Интересно, что мой курс не сразу был рожден целиком. Так вышло, что на моем пути мне повстречались горящие, талантливые мамы, которые сразу же поверили в него. На самом деле было не так просто продвигаться, когда у тебя в ВКонтакте 25 человек подписчиков, и никто не знает о твоей системе, и никто не верит, что твоя дочка выросла в обычной русской семье, и что она не иностранка, и что эти знания дала ей мама, не выезжая за границу. На тот момент это было так. И такие мамы ждали с нетерпением каждый выпуск, каждый блог. И они показывали мне свои результаты. И я увидела, да, это работает. Я, конечно, всегда это знала, но когда ты видишь это на других детях, когда тебе пишут мамы, Мария, посмотрите, это невероятно. Вот наш результат, да? Это космос, она понимает, она говорит, ее принимают за иностранку. Вот так все больше и больше детей стали говорить по-английски, и, конечно, меня это невероятно вдохновляло, и уже потом сознательно я эту тему стала еще больше углублять, и вот как раз появились стажировки, появились новые курсы. Сначала это был только курс «Бегинер», и вот как раз здесь очень подробно все расписано. И видео мы демонстрировали тоже из этого курса. Все вот так на игрушках. Мы ребенка купаем, мы ведем его на площадку, мы его кормим, мы с ним играем в теремок, в ладушки, и все это по-английски по пять минут в день. Но дает совершенно результат потрясающий. Мария, ну наверняка, когда вы думали о создании своей методики, вы изучали методики иные. Я хочу спросить вас, в чем уникальность методики вашей? Какие методики мне были известны? Те, которые существуют в школах. Это принцип перевода. На самом деле еще с советских времен закрепилась вот эта методика переводная, когда количество контактов, количество поездок было очень ограничено, не было необходимости учить людей говорить. И все обучение языка скатилось на чтение текстов и их перевод. Это один способ изучения языка, переводной, который не дает результата, он не учит говорить. И в школе все знают, как учат язык в школе, то есть это тексты, это тесты, это какие-то задания, ну то есть речи как таковой очень мало. Ну, я могу сказать, что все это исключительно опытным путем ко мне пришло. А уникальность в том, что мы, во-первых, не тратим много времени, а во-вторых, мы даем ребенку такие знания, которые сравнимы со знаниями детей-носителей. То есть спустя полгода прохождения моей программы ребенок уже может легко обучаться в англоязычном саду. У него не будет никакой адаптации, у него не будет проблем с пониманием. Ребенку можно пригласить англоязычного педагога, который будет говорить с ним по-английски, будет развивать его уровень. То есть ни в одной другой системе нет таких результатов глубоких за такой короткий промежуток времени. Мария, а можете ли вы помочь школьникам, которые не попали в свой золотой возраст и не выучили язык, и которые просто-напросто его сейчас ненавидят? Мне очень грустно всегда слышать эту фразу, я ненавижу этот дурацкий английский, и она встречается очень часто. Есть, конечно, этому объяснение, это разрыв между садиковской системой обучения языку и школьной. Школьная система очень серьезная, и учебники нацелены на то, что ребенок сразу приходит, уже как будто бы и умеющим читать, и умеющим понимать. И, конечно, ребенку очень трудно влиться вот в этот объем и в эти требования, когда в садике это были просто песенки, просто счет до 10 и название четырех цветов. То есть недостаточен уровень. Именно поэтому я уверена, что нужно начинать раньше и нужно начинать правильно. Тут дело и в возрасте, и именно в подходе. Что я могу посоветовать школьникам, родителям школьников? В первую очередь нужно показать ребенку, что английский язык не ограничивается только школьной партой, только школьным учебником, школьным заданием. Английский язык может быть и интересным, и веселым. На нем можно шутить, на нем можно разговаривать, играть. Вот у нас гости заскучало, мне кажется, если кто-то нас смотрит сейчас не сначала, можно еще какой-нибудь один небольшой пример общения, ну и, конечно, вашей методики. Да, ведь играть любят все дети. Именно игра, именно юмор являются ключиком к сердцу любого ребенка, даже того, который английский ненавидит. Ему просто нужно показать, что это может быть по-другому. Моус, look, look, it's a mouse, a nice mouse. Where, where is the mouse? Моус, mouse, where is the mouse? Hello, mouse, hello, mouse. Thirsty, thirsty, the mouse is thirsty. Water, water, mouse, drink, drink, drink some water. Look, look, the mouse is drinking, drinking water. Ну, очень показательный, кстати, пример. И действительно, как передает интонация вот то, что вы хотите сказать. Даже вот не зная совсем языка, вот, ну, реально все понятно. Это самое главное, когда ребенок-школьник вдруг внезапно осознает, что он, наконец, понимает, и его это эмоционально еще очень воодушевляет, вдохновляет. У него со временем смещается вот этот фокус на негатив в отношении английского совершенно в другое русло. И он начинает интересоваться языком. Нужно действовать так, через интерес. А давайте вот сейчас от теории к практике. Каким образом вы внедряете свою методику в массы, в народ? Как можно ее получить? Ну, и вот я мама, у меня двое сыновей, и я хочу заниматься по вашей методике. Что мне нужно сделать? Я выпустила электронный курс. Самый главный, основной курс называется «Бегиннер». И причем он подходит как для детей двухлетнего возраста, так и для детей 80 лет. Потому что мы даем в любом возрасте самое главное – базу понимания, всю основную грамматику. И неважно, в каком возрасте вы начинаете, не смотрите на возраст. Это подходит всем. Курс состоит из особых роликов, которые учат ребенка понимать язык без перевода. То, что я показываю с мышкой – это образец одного из видеокурса. И всего этих видео очень-очень много. Сама программа рассчитана на полгода. Также есть коротенькие устные тексты. Если вдруг родитель тоже хочет провести устные занятия. Если у него есть время, есть пять минут свободного времени, есть озвучка, есть сценарий, все-все-все это есть. Но даже если времени нет как такового, то тогда можно просто показывать ребенку ролики вот с такими же сюжетами на все-все-все базовые темы. Это не только игрушки, разумеется, все необходимое. И ребенок будет все время тренировать свое ухо, понимать и впоследствии говорить. Но вот как вы относитесь к занятиям по скайпу и зуму, Мария? Возможно выучить язык вот именно таким способом? Вообще способ неплохой, если речь идет уже о взрослых учениках и о тех, у которых все-таки есть база. Для ребенка такой способ не подходит, потому что ему нужно прямое взаимодействие. И это раз. А во-вторых, он не может обсудить физически все темы с человеком через экран, как он может обсудить их с мамой. Носитель или педагог не будет его купать, он не поведет его на площадку, не поведет его в цирк или в зоопарк. А мама может все это сделать, и она может вооружиться материалами моего курса, посмотреть сначала ролик про цирк, а потом пойти в цирк. Или посмотреть ролик про кафе, про площадку, про песочницу, узнать, как называются все эти снаряды, самой вместе с ребенком через видео и все это воплотить. А когда мы дадим эту базу, заложим вот эту всю основную языковую карту, вот тогда мы можем уже ребенку, где-то в возрасте, начиная с 5 лет, уже и подключить занятие по Зуму или Скайпу. Будет очень здорово, если вы найдете человека, который будет с ребенком просто общаться на языке, без задачи научить его окончаниям, временам, потому что вы его вывели уже на такой уровень, когда он может понимать эту речь, и вот тогда обучение по Зуму, оно уже будет иметь положительную роль, будет ребенка развивать. Ну что же, наше время подходит к концу. Есть еще совсем немного времени. Хотела бы предоставить вам по традиции программы слово «заключительное». Вот все-таки изучать английский язык, необходимость его велика, и вот какие бы вы практические советы дали всем тем, кто сейчас хочет научить своего малыша английскому языку? В первую очередь я хочу сказать, что не боги горшки обжигают, и если вы хотите научить своего ребенка, и у вас есть это искреннее желание, то не обращайте, пожалуйста, внимания на окружающих и на свой внутренний голос, который вам говорит «ты не сможешь, у тебя не получится», это не так. Самое главное – небольшое желание, небольшой слух, который позволяет вам просто повторить правильно, не коверкая слова, и время, которое вы проводите со своим ребенком, и понимание того, что вот этот вклад, который вы сейчас делаете, будет очень ценным для него, и именно на этих знаниях, возможно, он будет еще очень-очень долго ехать, и обязательно скажет вам спасибо. И, конечно, эти знания будут, безусловно, запоминающимися. Ну что же, спасибо вам огромное, очень интересная беседа сегодня у нас получилась. Я напоминаю, что сегодня в гостях была Мария Елисеева, педагог английского языка и специалист по билингвальному развитию детей. Огромное спасибо. Ну что же, бай-бай, Попрощаюсь я с вами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин